Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу информирует. Всего с начала 2024 года на территории Ленинского городского округа произошло 34 пожара. Погибло 2 человека, 2 человека получили травмы. 3 февраля при пожаре в трехкомнатной квартире на 12 этаже на квартирного жилого дома по улице Крымская в рабочем поселке Боброво, ожоги различной степени тяжести, ступней и ног, также дыхательных путей получила гражданка 1980 года рождения. В ходе проверки установлено, что женщина и ребенок спали в разных комнатах. Женщина спала в берушах. Она первая проснулась от лая и царапания собаки в дверь комнаты. Почувствовала запах гари. Разбудила сына и попыталась эвакуироваться. В состоянии паники с первого раза открыть входную дверь не смогла, так как дверь была закрыта на верхний замок, обычно закрывают на нижний. Через несколько попыток открыть дверь получилось, им удалось эвакуироваться. В результате женщина госпитализирована в ожоговый центр. Ребенок не пострадал. Собака, которая спасла им жизнь, погибла. Причина пожара устанавливается. Также 6 февраля при пожаре в одноэтажном индивидуальном жилом доме в поселке Володарского ожоги кистей рук 1-2 степени тяжести получил мужчина 1950 года рождения. В результате проверки установлено, что возгорание утром обнаружил сосед. Проснувшись от криков соседа, собственник дома выбежал на улицу. Затем до приезда пожарных вернулся в дом, чтобы попытаться спасти свою кошку и имущество. В результате чего получил ожоги кистей рук 1-2 степени тяжести. Врачам скорой помощи гражданин госпитализирован в лечебное учреждение. Причина пожара устанавливается. В обоих случаях лишь удачное стечение обстоятельств позволило жителям нашего округа выжить в огненной стихии. Куда проще и надежнее не полагаться на волю случая, а быть уверенным, что при возникновении возгорания, даже когда вы спите, установленные в жилых комнатах автономные дымовые пожарные извещатели АДПИ своевременно обнаружат задымление и подадут сигнал тревоги. Это позволит своевременно эвакуироваться и сохранить вашу жизнь. В данных жилых помещениях не было автономного дымового пожарного извещателя, и это едва не привело к трагедии. Помните, предупредить пожар намного легче, чем потушить. Обезопасить свой дом от пожара значит не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровью близких, не лишиться имущества. С вами был инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Никита Жуков. Всего вам доброго, спасибо за внимание.